Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и приготовим фрикадельки с грибами в сметанном соусе. Для приготовления нам потребуется 300 грамм грибов. Я взяла мелкие шампиньоны. Если у вас шампиньоны крупные, их лучше разрезать на 4 части. 300 грамм мясного фарша, чайная ложка с горкой муки у меня получилось 7 грамм, долька чеснока, 150 грамм густой сметаны, смесь перцев, подсолнечное масло, соль и вода. В сметану добавляем муку, добавляем чайную ложку соли и добавляем немного смеси перцев, примерно 1 треть чайной ложки. Добавляем 160 миллилитров горячей воды в сметану и все хорошо перемешиваем. Перемешиваем, чтобы не было комочков в муке, а сметана не должна свернуться, так как мы сразу добавили теплую, такую горячую воду. В чашу мультиварки наливаем 3 столовые ложки подсолнечного масла. Закрываем крышку мультиварки, выбираем режим жарка, ждем 2 минуты, чтобы масло успело нагреться. Масло нагрелось, отправляем обжариваться грибочки. Они у меня мелкие, жарят целиком. Грибочки жарим периодически, перемешиваем. Видите, они получаются достаточно румяные. И пока у нас жарятся грибы, из фарша формируем небольшие вот такие шарики. В сам фарш ничего не добавляю, ни соль, ни специи, ничего. И фарш не отбивала, просто беру маленькие кусочки, отрываю и не отбиваю, просто формирую такие маленькие шарики размером, даже не с грецкие орехи, мне кажется, больше с фундук, то есть совсем небольшие. Время жарки 10 минут и стекло. Часть жидкости выделилась из грибов. Теперь добавляем наши небольшие шарики к грибам. Сам фарш мы уже не обжариваем. Чтобы шарики не потеряли форму, часть добавили, примерно 1 третью. Аккуратно перемешали вместе с грибами. Видите, так как грибы горячие, шарики уже с обратной стороны посветлели. Добавляем следующие. Сверху добавляем сметанную заливку. Закрываем крышку мультиварки. Можно готовить на режиме тушения 40 минут. На ручном режиме время сократится в 2 раза, то есть достаточно будет 20 минут. Фарш готовится быстро, грибы уже обжарены, они тоже готовятся быстро. Поэтому у меня режим ручной, мультиповар. Температура 110 градусов, 20 минут. Время истекло. Добавляем измельченный чеснок. Все перемешиваем и можно подавать на стол. Вот такое блюдо получилось. Очень аппетитное. Во время приготовления, видите, сильно достаточно бурлило, но ничего не убежало. Сегодня на гарнир у меня макароны, но также отлично подойдет картофельное пюре, гречневая каша или рис. Быстро, просто и очень вкусно. Для аромата я добавила еще петрушки. При желании можно еще посыпать тертым сыром. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!